МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Вы смотрите проект Павел и его команда. Традиционно мы путешествуем по всей Могилевской области, помогаем ветеранам, пенсионерам, бывали в детском доме семейного типа, в детском доме. А сегодня мы приехали в Кричев в гости к Сергею и Людмиле Мандрик. И семья вот-вот опраздновала новоселье. Это их новый дом. Но что говорить, пойдем знакомиться и нужно начинать работать. Тем более работы у нас сегодня немало. Дружная семья Мандрик, мама Людмила, глава семейства Сергей и четверо детей исправили новоселье совсем недавно. В уютном домике площадью 92 квадрата новоселы начали делать ремонт. Положили ламинат, керамическую плитку, впереди оклейка обоев. Работы в своем доме хватает, говорят новоселы. А ведь к домику полагается еще и 15 соток земли. Настоящая целина. И никакая помощь лишней не будет. Поэтому мы здесь. Ну, в этом доме у нас, конечно, лучше, чем было в прошлой квартире. Там нам места не хватало. Здесь более просторно. Все-таки три спальни, гостиная, кухня. А там у нас была только спальня одна и один зал. Вот, где жили мы. Ну, тесновато было. Переехали. Ну, нужно делать, обустраиваться. Ну, все делаем как бы по мере возможности. Ну, не по мере возможности, а вообще все делаем своими силами. То есть те же самые строительные специальности, которые не умели, осваиваем в процессе. Ясно. Ну, а как-то делаете все вместе? Ну, естественно. Где нужна помощь? Собираемся все и делаем все. Ну, вот недавно мы ламинат стелили. Дружненько. Все дружно, потом все вчетвером. Ну, старшая дочка, она в Минске, ее как бы не было. Ну, а так вчетвером. Даже Егорка пятый был, помогал. Не останемся и мы в стране. Тем более на сегодняшний день запланирована масса полезных дел. Во-первых, мы разобьем сад. У Людмилы и Сергея четверо детей, поэтому яблоки лишними точно не будут. Да и мы вернем долг природе. Ведь в наших первых выпусках, с которыми можно ознакомиться на нашем сайте www.tvrmogilev.by, мы только и делали, что срезали старые яблони. Во-вторых, займемся ландшафтным дизайном. А в-третьих, моя помощница Катя скоро приступит к столярным работам. Что это, я не знаю. Ну, а начали мы с украшения участка. Будем делать Олимпийскую горку. Знаете, что такое? Да. Что? Это гора с... ну, с цветами. Ну, не совсем гора, но что-то похожее. Так, для начала берем камни и выкладываем основание. То есть, вложим в произвольном порядке. Да, выкладываем по кругу нашего этого грунта. Не обязательно, они не должны быть плотны. И не обязательно, чтобы это делали только мы. Камни – неотъемлемая часть Олимпийской горки. Их размеры должны быть пропорциональны. Так, огромные валуны не могут использоваться в небольшом альпинарии. Камни нужно брать разных размеров. Большие укладываются в основание, а более мелкие устанавливают на них. Камни лучше подбирать нестандартной формы или расцветки. Тогда альпинарий будет выглядеть интересно даже с минимумом растений. Обычные серые булыжники стоит обыграть гравием другого оттенка. Не должно быть ровных форм, не должно быть кругов, квадратов. Должно быть то, как в природе на самом деле. Я это люблю, наляпал и пошел. Да, но не совсем наляпал. Так. А вот с растениями, которые украсит альпинарий, Людмила решила определиться самостоятельно. Но в целом для альпийской горки лучше всего подойдут неприхотливые растения, которые не нуждаются в тщательном уходе. Идеальный вариант – камнеломка, эдельвей, смак, фиалка, спирея, лопчатка. Главное, чтобы они уживались друг с другом, нравились вам и выдерживали условия нашего климата. Да, по пальцам аккуратно. Сегодня, хотя я недаром взял с собой 18-зубчатые, пластинчатые веерные грабли. При помощи такого инструмента, во-первых, мы не только формируем наш ландшафт, но и избавляемся от всех корней мелких камушков, от всего того, что впоследствии мешает создавать нормальный газон. То есть мы получаем ровную поверхность, избавленную от всего рашу. Павел и его команда приехали в Кричев. Мы помогаем новоселам, многодетной семье Сергея и Людмилы Мандрик. Мы решили украсить их двор. Уже сделали айпийскую горку, а еще нам предстоит посадить фруктовые деревья. Впереди большой совместный творческий проект. Что это? Узнаете прямо сейчас. Все внимание Катерине Балуковой. Днем ранее она посетила столярную мастерскую. Сейчас у меня в руках фанера и фен. Странный набор, правда? Сегодня мы приехали делать подарки для наших героев. И находимся в Могилевской школе номер 2. А сейчас мы направляемся к учителю труда Александру Николаевичу. Он нам поможет в нашем лайфхаке. Итак, начинаем. Нам понадобится фанера, простой карандаш, лобзик для выпиливания, шпаклевка, несколько деревянных кубиков. Это будут крепления, саморезы, патрон для лампочки и, соответственно, сама лампочка и фен. И что вы хотите сделать с этого кусочка? Так, это будет полочка детская, ну, вернее, даже вешалочка, скажем так, котик. Начинаем рисовать котика. Можно использовать трафарет, напечатанный на листе бумаги. Вот потолще, это будет вешалка наша. Трафарет кота готов, теперь его нужно выпилить. Первые пробы обычного лобзика показали все трудности ручной работы. При такой толщине фанеры, а именно 8 миллиметров, это займет много времени. Переходим на электроинструмент. Все, готово. Спасибо вам за такую идею, я бы долго пилила. Супер. Обрабатываем края заготовки наждачной бумагой, убирая все с полы древесины. Наш кот уже готов, мы его вырезали, мы его зашлифовали машинкой наждачкой, и осталось его зашпаклевать. Вот эти мелкие отречни, которые образовались в результате резки. Вот я их забиваю руками. А теперь самая главная фишка нашего лайфхака. Зачем же мне нужен был фен? Шпаклевка быстрее высохнет. У нас очень мало времени, поэтому нам нужно сделать все быстро. Шпаклевка высыхает где-то минут 20, а с помощью фена мы это сделаем за три. Выравниваем нашу заготовку под покраску и прикрепляем патрон. Делать это можно с помощью клея или саморезов, шляпки которых после скрываем под слоем шпаклевки. Осталось покрасить нашего кота, но сделаем мы это весьма креативно. Спасибо вам огромное. Успехов вам. Всего доброго. До свидания. По дороге в Кричев мы заехали в гости к друзьям в один из крупнейших питомников плодово-ягодных и декоративных культур хозяйства Дуссен. Тут для семьи Сергея и Людмилы уже приготовлены подарки. Сергей Дмитриевич, заготовили саженцы. Что у нас тут имеется? И, может быть, какие-то рекомендации от вас, от специалиста, как правильно их посадить? Ну, здесь, как и говорил, белорусская сладкая, иммант. Рекомендации, ну да, могу провести примерно в каком-нибудь случайном дереве. Как, что, для каких-то там начинающих, может быть, садоводов. После посадки мы посадили, то есть все посадили мы, закопали, утоптали, чуть-чуть полили. И можно его обрезать сразу же. Обрезать как-то надо по почкам посчитать? Обрезается как? Вообще принято. От поверхности земли до момента среза порядка 80-90 сантиметров. Вот. То есть это мы оставляем 80-90 сантиметров? От поверхности земли, да. Берем, допустим, у нас получилось 80-90-80 сантиметров здесь. Обрезаем мы не пеньком, а обрезаем над последней почкой. Вот, допустим, здесь у нас 90 сантиметров. Под угол примерно 45 градусов и оставляем от почки миллиметр два. Это называется первичная обрезка, и от него уже начнется формирование дерева в дальнейшем. То есть если человек хочет получить нормальное дерево, на которое будут расти яблоки, это процедура обязательная. Некоторые жалеют, боятся и так далее, и так далее. Ну, так вот. Павел и его команда, мы не только срезаем деревья и убираем во дворе, но с сегодняшнего дня мы еще и садаем в сады. Павел и его команда приехали в Кричев. Мы помогаем новоселам, многодетной семье Сергея и Людмилы Мандрик. Мы решили украсить их двор и уже сделали альпийскую горку. Впереди большой совместный творческий проект. Что это, узнаете скоро. Ну, а мы, вооружившись знаниями и саженцами, приступаем к посадке сада. Так, Сергей, у вас новоселье. Поскольку, я смотрю, у вас полностью пустой еще пока участок, нет ни сада, ни огорода. Мы решили взять на себя смелость. Заехали сегодня в общество с ограниченной ответственностью ДУСЭН. И они подарили нам вот такие вот яблони и два черенка-алычи. Наверное, я думаю, нам стоит разобраться, куда же все-таки посадим, где будем развивать наш сад. Ну, спасибо вам большое. Конечно, место найдем. Сажать яблоневый сад можно как весной, так и осенью. Осенью это следует делать в середине сентября, а весной через 5-6 дней после начала полевых работ. Помните, яблони любят хорошее освещение и не стоит сажать деревья слишком близко к огороду, так как впоследствии крона будет перекрывать доступ солнечных лучей. С самого начала посадки стоит наметить расстояние между рядами и посадочными лунками. Ну что, а сейчас стоит сказать тарам! Пам-пам! Первое дерево в вашем саду мы посадили. Ребят, приступайте! А пока наша команда занималась садово-огородными делами, Катя отправилась на экскурсию по новому дому семьи Сергея и Людмилы Мандрик. Здесь у нас спит Миша. Это его комната. Пока он здесь живет один. Скажи, Егорка, я еще маленький, чтобы к Мишу перебраться. Это комната как бы старшая дочь. Ну, сейчас тоже одна девочка. Вторая только, когда приезжает на выходные. Любимый наш кот. Кот, тебе разрешают спать на подушке? Да, он сказал да. Окно-дверь там будет пристраиваться. Такая беседочка, пристроечка. Или веранда, терраса, как там у кого на чей манер идет. Вот, чтобы можно было выйти во двор, вот, летом посидеть там. Можно, скажем, на улице пожарить шашлычка, чтобы не бегать в дом. Ну, в общем-то, огородик там будет. Да, там будет и огородик. Кстати, о саде и огороде. Мы уже завершили посадку, осталась одна яблоня. И тут мне просто жизненно необходимо дождаться Катю, ведь это наше дерево. И сажать его мы будем вместе. Так, Кать, давай сюда нашу яблоньку. А водой завить. Смотри, главное требование, видишь, вот у нас тут точка соединения. Что у нее? Где-то вот такое вот расстояние у нас должно быть от поверхности. И яма наша, в принципе, соответствует корневой системе. Мы это сделали. Мы посадили дерево яблоня а-ля веселинка. Но название можно придумать и другое. Его позвать Павла-Катя, новый сорт. Новый сорт белорусской селекции Павла-Катя. Павла-Катя. Осталось только полить. Идем за водой. Как и практически все садовые деревья, яблоня любит воду. Старайтесь на протяжении всего периода формирования и приживаемости саженца проводить поливы. Но не переусердствуйте. Хватит 15-20 дней между каждым. И не забывайте рыхлить почву. Павел и его команда приехали в Кричев. Мы помогаем новоселам. Многодетной семье Сергея и Людмилы Мандрик. Мы решили украсить их двор и уже сделали айпийскую горку. И посадили яблоневый сад. А еще впереди нас ждет большой совместный творческий проект. Что это? Узнаете прямо сейчас. Паша! Смотри. Вот мы докрасили нашего кота, как и обещала, белый, аккуратный. Так, а теперь объясни мне, пожалуйста, функциональную принадлежность этого кота. Что это такое? Функциональная принадлежность. Значит, это кот. Ну, наверное, в первую очередь, ну, скажем, вешалка. Сюрприз будет потом. На этот хвостик, на ушки можно вешать шапочки, бусики, да что угодно, в общем-то. Но кот у нас получился какой-то невзрачный. И мы предложим нашим хозяевам вместе с детьми раскрасить его очень необычным способом. Будут участвовать все. Для этого мне нужна твоя помощь. Давай без кисточек. Без кисточек. Для этого мне нужна твоя помощь. Разливай краску по ведрам. Ну что, я вам предлагаю такую семейную игру. Мы хотим раскрасить такого невзрачного белого кота. Все очень просто. Никаких кисточек. Все очень легко. Берете, окунаете ручки. Можно в разные цвета и просто-просто раскрашиваете. Будет яркий-яркий кот. Каждый из вас берет какой-то цвет. Можно две руки в разные цвета. Как вам нравится, приступайте. Дети, не боитесь. Давай. Правая первая кисть, наверное, самому младшему. Правильно? Оп. И на кота. Да. Все, следующий. Ну, столько цветов, наверное, такой у кошки. Да. А как? Одноцветная, красивая. А как назовете? Не знаю. У нас там один на стенке висит. Как его пушок зовут? Рыжик. А, рыжик. Будет пушок. Пушок будет котик, да? Пушинка, наверное. Пушинка. Роскошечка. Оставляем нашего кота сохнуть. Лайфхак в лайфхаке. Вынесите заготовку на солнышко, и толстый слой краски высохнет максимум через час. А значит, у нас есть время на прогулку вместе с хозяйкой дома. Поговорим с Людмилой и средним сыном Мишей о дальнейших планах застройки и собаках. А огород не планируете такой, чтобы тут тоже сделать? Котовушку? Нет. Огород будет за домом. Сколько соток участков? 15. Здесь как бы мы планируем просто беседку поставить, качели поставить. Бассейн. Ну, бассейн у нас только будет, скажем, надувной, скорее всего. Вот, для деток маленьких. Лягушатничек такой. Собаку. Собаку две должно быть. Ну, папа хочет. Каждому по собаке? А почему именно две? Ну, одну зимнюю, которая у меня катала. А вторую летнюю? Нет. Ну, овчарку. Я много чего услышал, она зимняя и летняя собака. Что будете делать летом с зимней собакой? Ну, зимняя и летняя собака, это у нас подразумевается летняя, это овчарка, которая будет охранять дом. Бегать по этой улице. И зимой, и летом. И зимой, и летом. А зимняя собака, это они хотят завести хаски. Ну, как она шерстяная, получается, что теплая зимняя. Да, чтобы детей катала на санках. Вот у Миши и получается зимняя собака и летняя. Просто папа им сказал, что одну собаку будем заводить зимой, а вторую собаку будем заводить летом. Ну, это много объясняет. Впрочем, нам пора подумать о кошках. Расскажи мне, как тебе нравится, кот? Да. Чем он тебе нравится? Он с кляшкой. Какой он? Сраз. Он цвета хаки, он военный, ты говорил, да? Да. Можно сделать вот так. Вот. Вот, смотрите, как удобно. И будет. Светильник, вешалка, полка. Есть такое выражение – несите радость, а счастье следом прибежит. Наверное, и правда, большое счастье, как пазл. Можно сложить из улыбок, доброты и моря маленьких приятностей. Элементов много, и их не стоит жалеть для других. Сегодня нашей команде, будем надеяться, удалось принести немного добра и радости в дом Сергея и Людмилы Мандрих. Еще раз поздравим их с новосельем, а маленького Егорку с днем рождения. Ведь именно 10 мая ему исполнился один годик. С днем рождения! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова